Здравствуйте, меня зовут Евгений, мы продолжаем цикл передач «Должен знать каждый». Профилактические передачи, посвященные правилам поведения мирного населения в условиях вооруженного конфликта. Что делать, дабы не стать жертвой в этом вооруженном конфликте. Передача называется «Должен знать каждый», потому что это касается каждого в условиях продолжения кратильной операции Киевской хунты против мирных жителей Донецкой Народной Республики. Итак, в сегодняшний выпуск мы посвятим ситуации, что делать, если вы оказались в завале, в завале разрушенного здания дома. Итак, не дай бог, но вы оказались в завале. Первое. Не совершайте резких движений. Если одна из ваших конечностей, рука, нога, оказались зажатыми, не пытайтесь высунуть эту ногу или руку. Почему? Потому что это может привести к дальнейшему обрушению. Если у вас оказался в кармане под рукой фонарик, либо телефон с фонариком, попытайтесь экономить энергию. Поэтому включайте, включайте фонарик периодически. Даже если вам очень необходим свет, но фонарика у вас нет, не используйте спички, зажигалки. Потому что в результате обрушения могло пролиться горюче-смазочные материалы, мог пойти газ через повреждение газопровода. Это приведет к взрыву. Выбираться наружу из завала можно только в том случае, если из прочных конструкций образован лаз. Выбираться наружу можно только в том случае, если из длинных и прочных конструкций образован лаз. И самое главное, выбираться можно только в том случае, если у вас нет серьезных повреждений. Предупредить о возможном обрушении здания можно с помощью сирены. Если вы услышали звук сирены, двигайтесь к выходу. Но будьте аккуратнее при этом. Толпа народа, которая вместе с вами двигается к выходу, может задавить вас. Если вы оказались в гуще народа, нажмите локти к телу. Снимите цепочку, шар и все то, что может зацепиться. Если при перемещении вы что-либо уронили, даже что-то очень важное, не пытайтесь поднять это, а продолжайте движение. Если вы эвакуируетесь с ребенком, обязательно возьмите ребенка на руки. При угрозе обрушения здания категорически запрещено пользоваться лифтом. Спускайтесь исключительно по лестнице, либо же используя аварийный выход. Если все же покинуть здание нет возможности, найдите безопасное место. Это чаще всего будут дверные проемы и углы стен под балками и каркасами. Запомните эти простые правила. Они могут сохранить вам жизнь. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok